всем привет первое что я хочу сказать это то что желающие поддержать материально данный супер канал могут это сделать очень просто прочитав информацию которая располагается под каждым роликом там подробная инструкция очень короткая и очень подробная элементарно это делается заранее спасибо после вышесказанного я мог бы просто уйти но не уйду потому что решил еще немножко поболтать и поболтать о том что никогда не надо себя насиловать но не надо себя насиловать заставлять слушать музыку которая вам не нравится вот с этими целями изучения исследования зачем вы музыковед вы исследователи вы пишете диссертацию или что или вы слушайте музыку для собственного удовольствия зачем вот это вот я изучаю музыку 60-х я рок-музыку 60-х скажите пожалуйста а что там изучать что можно изучать в урок музыки 60-х годов вот сама фраза это звучит смешно рок-музыку 60-х годов равно как и 70-х 80-х 90-х нулевых и дальше дальше можно просто слушать и либо получать удовольствие либо не получать а если вы слушаете не получаете от нее удовольствие и просто можно выключить и поставить другую музыку а изучать там вообще ничего она просто она она просто создана для того чтобы вы получали удовольствие вот и все но это мое мнение я так вот все это дело воспринимаю и уж тем более не надо изучать фриджаз не надо потому что если вы не слушали фриджаз и решили вдруг его изучить стали слушать он вам не понравится это абсолютно точно не понравится но можно делать умное лицо писать где-то рассказывать я слушаю фриджаз я такой особенный да вы не понимаете я вот люблю фриджаз например и не делаю никакого умного лица но мне нравится я не сразу стал слушать эту музыку долгие годы мне казалось что это шарлатанство билиберда и вообще черт знает что но потом поскольку я тупой до меня дошло не сразу меня дошло не сразу что звукоизвлечение у тех артистов которых я слушаю считаю шарлатанами столь великолепно столь качественно столь мастеровито что они не могут быть шарлатанами они не могут играть билиберду и во сколько я тупой и не сразу понял что и ритм секция там звучит послушайте как 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 круто они играют как они в этих извилистых запутанных дорожках музыкальных тропинках зарослях и дебрях как они работают с ритмом как они выруливают как они все это дело находят уходят приходят обратно и возвращается точно в долю именно туда куда нужно оказывается все это все написано все это придумано а сверху еще и импровизация которая точно приходит туда куда нужно это огромное мастерство это очень круто это очень интересно это дико интересно но тем не менее фри джаз не стал массовой культурой в отличие от любых других музыкальных направлений даже в том же джазе поскольку и майлз дэвис стал массовой культурой и джон калтрейн стал массовой культурой музыку я имею ввиду безусловно и если копать дальше и аган себастьян бах уже давным-давно стал массовой культурой я видел пластинки очень много их например джон калтрейн баллады сборничек такой это ладно майлз дэвис the best я видел альбом the best of майлз дэвис лучшие хиты майлз и дэвиса можете себе представить что это такое я это видел представить себе этого я не могу но я видел это есть и окончательный гвоздь в крышку гроба интересной музыки это пластинка который я увидел на прошлой неделе она была а заглавлена и с бах great is hits лучшие хиты и аганна себастьяна баха пластинка 45 минутное по звучанию лучшие хиты самый попс из баха ну вот а таких вот free jazz great is hits их не существует в природе потому что это абсолютно не массовая музыка и большинство народ населения эту музыку просто не то чтобы ненавидит они считают вообще не за мнение не ставят и и в грош хотя вот ведь сам все противоречить потому что есть такой сборник орната коллмана музыки орната коллмана который называется искусство импровизаторов но это совсем не great is hits это мне кажется такая штука для внутреннего пользования поскольку далеко не все люди в состоянии собрать все альбомы орната коллмана хотя их их достаточно много но скажем их меньше чем пластинку джона майла джон майл у меня почти весь собран а орната коллмана собрать мне не удается не так много в нашей стране продается альбомов орната коллман потому что музыка это не популярна она не массовая здесь я замечу следующее что я не строю умное лицо не говорю пафосно я слушаю free jazz я такой вот умный продвинутый человек вот это все ваши вот это все мне не интересно а вот free jazz я я врубаюсь я ни во что не врубаюсь я не врубаюсь ни во что я просто слушаю ту музыку которая мне нравится музыка орната коллмана и не только а вообще free jazz в принципе мне нравится очень 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 просто в силу того что я любопытен и мне очень интересно как все это разбивается сначала было просто интересно сначала было просто интересно следить за импровизации за мелодии которые есть во free jazz не надо говорить что это набор звуков там играются мелодии они есть но они так исполнены что за ними надо следить надо следить слышать их услышать это очень интересно все за ритм секции которые своей жизнью живет потом они сходятся я про это уже говорил только что сходятся расходятся раз вдоль и приходит все все очень очень любопытно очень интересно очень круто очень профессионально профессионально а потом после такого вот не исследование никакого а просто отслеживания за развитием той музыки которая играет артистов исполняющий free jazz она не просто стала нравиться я стал просто кайфовать и одна из моих любимых композиций коллмана она называется так же как вот эта пластинка пластинка называется change of the century 1960 год вот ее я и демонстрирую в данном ролике в основном и композиция называется change of the century она последняя на второй стороне если вы хотите навсегда отвернуться от фриджаза то есть если вы раньше никогда фриджаз не слушали но решили окончательно убийца в том что эта музыка не ваша и вы и к ней никогда не придете сразу начинаете этот альбом слушать с последней вещи change of the century и больше не вернетесь никогда потому что она начинается вне ритма играет бэнд все хорошо все по полной альт-саксофон орнет коллман бас чарли хайден гениальнейший басист ударные били хиггинс и труба дональд черри про которого я поговорю отдельно потом он достоин того чтобы роликов 50 про него записать а потом прослушать все его пластинки и вот этот квартет играет начинается вне ритма вообще хотя ритм секция мощнейшая играют все как сказала бы какая-нибудь тетенька кто ажугораст но есть такой анекдот когда на корпоративе играет джазовая группа очень круто очень все 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 саксофон фортепиано потом перерыв музыканты курят к ним подходит какой мужик из-за столика вставший ну что ребята не получается ну вот примерно примерно такая же реакция будет на вот эту пьесу change of the century потому что вне ритм все вот этом и труба и саксофон тут и ударные и контрабас и все как-то как-то и вроде ритм секция играет а ритма нет да все как-то так стоит такая стоячая музыка потом вдруг судорожно начинается но труба с саксофоном все равно свое играют что-то такое что-то отдельно отдельно но в целом пьеса замечательная просто я от нее торчу она мне дико нравится она очень интересная очень хорошая но если вы хотите полюбить фриджаз начинайте с самого начала с первого номера который называется рэмблин шесть с половиной минут идет и начинается почти как такой бибоп внятная мелодия задается саксофоном четко играет ритм секция и такой хороший мелодический такой вот номер бибоповый но колман играет вроде бы я так очень примитивно расскажу вроде бы играет так по мажорной гамме потом раз такой кусочек минорной гаммы в этой же что-то такое вдруг царапнуло потом раз царапнуло еще раз потому еще раз а потом он заиграл вообще что-то куда-то уже в другую сторону хотя ритм секция продолжает играть такую около бибоповую штуку достаточно традиционная а колмана куда-то понесло совсем а потом и дон черри подключается с трубой после длинного достаточно соло колмана и черри как-то так робко вроде как а я тоже так попробую труба говорит как интересно сыграл саксофон я попробую также и как-то так вроде как и не что-то не получается так попробую так попробую так потом такого взбизгну и и и и нашел свою вот эту дуду и понеслось тоже куда-то в сторону потом оба устали перекур остается чуть-чуть ударных чуть-чуть баса саксофон с трубой перекурили и в дуэте вдруг заиграли внятную бибоповую мелодию под конец разойдясь здорово раз и закончили не там где надо бы было бы закончить а надо было бы доиграть еще полтакта а раз так на середине и закончили но и очень хорошо следующий номер называется free просто free удивительная штука начинается она с дуэта саксофон и труба соответственно играет четкую такую стуку тринь тан 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 и вот так вот на второй фразе куда-то съехали вместе и так даже не спеть так спеть могут только песни р с замечательным своим вокальным ансамблем. Нормальный человек так спеть не сможет никогда повторить вот то, что там сыграно саксофоном и трубой. Ну, а поскольку вещь называется «фри», после вот этого замечательного вступления, которое будет и финалом, и фальш-финалом, и настоящим финалом, вот эта вот удивительная фраза, которая начинается просто. Так будет и в финале. А между вступлением и финалом будет полная фри. Опять-таки, будет даже не диалог саксофонами и трубы, а они будут одновременно разговаривать каждый о своем. При этом четко идти с ритм-секцией, как это возможно, я не понимаю, потому что каждый играет свое, свою мелодию, свой разговор, не слыша друг друга, казалось бы, хотя на самом деле слыша, потому что если бы они не слышали, был бы хаос, а хаоса здесь нет, здесь есть музыка. Вот что удивительно. И так вот это все на протяжении 6 минут 20 секунд, пока не придем к этой самой начальной фразе, спеть которую невозможно, как я уже говорил, только песни рыбы ее смогли исполнить в очень быстром темпе. Это тоже у них получалось. The Face of the Bass, последний номер на первой стороне, естественно, построен на контрабасе Чарли Хайдена, естественно. А саксофон и труба живут своей отдельной жизнью, но они уже, к третьему номеру, они уже созрели. Они уже, если в первом номере Ramblin труба была робкой, то здесь они уже созрели, подкачались, вошли в форму и вовсю уже шпарят просто по полной схеме, играя мелодию, уходя от мелодии, превращая мелодию во что-то уже не мелодичное совсем. Очень странные фразы, очень странные какие-то повороты, уход из ритма и, казалось бы, навсегда. Но это абсолютно не важно, потому что музыка больше, чем ритм. Она больше, чем ритм. Хотя в ритм все равно мы приходим обратно. Ну, про вторую сторону я скажу, что она построена как бы не издевательством над бибопом, но расширение бибопа до невозможной просто какой-то широты. Оказывается, можно и вот так. Оказывается, можно не так вот на маленькой сцене клуба, а можно на всю вселенную вот так вот сжарить то, что когда-то называлось бибопом. Ну, а про последний номер Change of the Century я уже и говорил. Пошел пить. Пока.